Вдохнуть новую жизнь. Под таким девизом открылась праздничная площадка в торговом городке, хотя теперь ее называют по старинке Рязанской ВДНХ. День города здесь отметили впервые. Гости могли попробовать продукцию местных производителей, а также посетить мастер-классы рязанских мастериц. Напомним, что для возрождения Рязанской ВДНХ власти города несколько лет безуспешно пытались найти инвестора. Теперь за дело взялась группа активистов. За три года они собрали в торговом городке более трех тысяч мешков мусора. Однако работы еще много. Мы хотим сделать это место центром творческого кластера города, где любой человек, связанный с творчеством, будь то музыкант, художник, фотограф или скульптор из-за льда, он мог здесь получить помощь в реализации своих проектов. У нас тут будут проекты по социальному проектированию, много воркшопов, лекций. Пока референсами у нас является дизайн завод Флакон, этажи в Питере и вот такие вот арт-пространства. Более привычной площадкой празднования дня города стал Лыбецкий бульвар. Здесь традиционно работало сразу несколько сцен, между которыми стояли десятки ретро-машин. Копейки, запорожцы, жигули разных моделей. А эта Волга приехала из Переиславля. Ее хозяин не раз получал кубки за лучшую реставрацию. Модель ГАЗ-21Р, 68-го года выпуска. Я ее купил у генерала, это самое в Монино живет. Он уже на пенсии, старенький такой. Он летчик, трижды его сбивали, он имеет три ордена славы. Он эту машину получал по разнарядке правительства. Их в таком цвете, тогда не красили. Ему красили специально, видно, по спецзаказу, потому что она внутри не крашенная, только снаружи крашенная. С машинами можно не только сфотографироваться, но и почувствовать себя водителем уникальных экспонатов. Особой популярностью пользуются мотоциклы. В коллекции Сергея Волкова более 20 моделей. Здесь и обыкновенный патрульный трудяга. Мотоцикл с коляской сотрудников ГАИ, который был на страже два десятка лет. И военный мотоцикл с пулеметом 43-го года. Есть и представительские модели. Эскорт СССР, самый уникальный мотоцикл, который, черный Днепр эскорт, который служил в Питере и встречал многих первых лиц, которые приезжали в нашу страну, в Ленинград в частности, и королеву английскую и так далее и тому подобное. То есть этот мотоцикл он уникальный, потому что фактически единственный в стране, который есть из тех 22, которые были в 80-х годах выпущены. Напомним, что в этом году Рязани исполнилось 924 года. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города.